Это программа в центре внимания. Здравствуйте. Сегодня у нас в гостях старший помощник руководителя следственного управления по Амурской области Алексей Лубинский. Здравствуйте, Алексей Сергеевич. Здравствуйте. Следственный комитет подвел итоги работы за прошедшие полугодия и за это время расследовали почти 140 преступлений в отношении несовершеннолетних. Самым громким из них было убийство Любы Громыко из Новобурейска. На каком этапе сейчас дело? Дело находится в производстве. Обвиняемый по этому уголовному делу установлен. Как вы знаете, генетическая экспертиза показала почти со стопроцентной вероятностью о том, что именно его следы были обнаружены на теле погибшей. Сейчас проводится судебно-психиатрическая экспертиза на предмет обвиняемого в момент совершения преступления. По окончании этой экспертизы будет приниматься решение уже о составлении обвинительного заключения и направлении дела в суд. Когда будет это? Ну, всё зависит от того, как долго эксперты будут определять, обвиняем ли данный человек. Ну, это где-то месяц? Ну, это где-то пару месяцев. Несколько месяцев, да? Ну, вот почти 150 преступлений в отношении детей – это по сравнению с другими регионами? Много, мало или это нормальная статистика? Я бы не сказал, что мы выбиваемся из других регионов. То есть, это примерно статистическая составляющая в рамках других субъектов. То есть, по сравнению с российской статистикой, у нас всё нормально. Да, нормально в этом плане. Ну, как сказать нормально? Нельзя говорить «нормально», когда 140 преступлений в отношении детей. Мы говорим о том, что мы не выбиваемся из других регионов. То есть, у нас уровень преступности примерно на том же уровне, что и в других регионах. Ну, как бы уменьшить эти преступления пока не получается, да? Количество преступлений. Но Следственный комитет, вот я слышала, принял решение, планирует открыть центр для реабилитации детей. Нет, немножко не так. Не мы планируем открыть. Мы вышли с такой инициативой к губернатору Амурской области. Мы обсуждали вопрос создания центра на общественном совете, который создан при Следственном управлении. Несколько заседаний было посвящено этому вопросу. Мы получили положительные отзывы и от Уполномоченного по правам ребёнка, и от органов власти, от органов внутренних дел, от других структур, которые заинтересованы в вопросе профилактики преступлений в отношении детей. И получив вот эти одобрения, мы вышли с такой инициативой к губернатору Амурской области. На Координационном совете, который состоялся у нас в июне месяце, этот вопрос обсуждался. Губернатор пошёл нам навстречу и дал поручение структурным подразделениям правительства, министерствам своим о том, чтобы проработать этот вопрос и чтобы эта идея обвлекла какую-то форму. Кроме того, мы поднимали вопрос о межведомственном взаимодействии между различными структурами, в компетенцию которой входит как раз решение этих вопросов. Тоже необходимо будет до 1 октября разработать вот этот алгоритм межведомственного взаимодействия. И необходимо будет закончить работу, которую начало Министерство социальной защиты Амурской области по созданию единой базы данных детей, которые находятся в трудной жизненной ситуации. То есть это малообеспеченные семьи? Это малообеспеченные семьи, это дети, подвергшиеся различным формам насилия, в том числе и подвергшиеся, ставшиеся жертвами преступлений. Это и дети, которые просто в силу каких-то внешних обстоятельств, то есть те же дети-инвалиды, которые имеют определённые проблемы со взаимоотношениями, со внешним миром. Чем будет заниматься этот центр? То есть какую помощь может быть там получиться? Центр, он носит такой реабилитационно-кризисный характер, то есть если ребёнок попадает в кризисную ситуацию, чтобы этот центр мог оперативно решить его проблемы. Будь то юридические проблемы, будь то психологические проблемы, материальные, финансовые, там какие-то в таком русле. То есть как бы вот эта база тогда, она для чего будет создана? Эта база нужна для того, чтобы определять объём этой помощи, потому что любая помощь подразумевает под собой материальную составляющую. То есть какие деньги должны для этого выделяться. Здесь база данных, она позволит нам определить объём вот этой необходимой помощи, потому что здесь по каждому ребёнку, по каждой семье будет вестись свой паспорт, где будет указано условия проживания, содержания, воспитания и так далее. Где как ребёнок, то есть каждый ребёнок, попавший в трудную жизненную ситуацию, он будет отслеживаться, то есть будет персональный подход. И опять же на основе анализа вот этой ситуации можно будет планировать какие-то масштабные методы. Потому что пока помощь она носит точечный характер, потому что мы не имеем, вот мы с уполномоченным по праву ребёнка обращались, он говорит о том, что на сегодняшний день проблема, у нас нет единого списка детей, которые нуждаются вот в такой помощи. У нас есть как бы разовые вот эти акции, когда выезжают, там где-то семьи осматривают. Но опять же, допустим, неблагополучные семьи, детей, которые остались без попечения родителей. А вот единый общий такой нет. Ну в этом центре можно будет, ну так же точно, единоразово получить, то есть если случилась какая-то беда, обратиться за консультацией психолога, либо кого-то. Либо может быть там можно будет остаться некоторое время, пройти курс реабилитации какой-то недели. По крайней мере, наша идея такая, как это выразиться на практике, будет решать, конечно, правительство Амурской области, потому что это компетенция органов исполнительной власти Амурской области. Единственное, мы вышли с инициативой того, чтобы это было не, опять же, экономия бюджетных средств, может быть, чтобы это было на базе существующего учреждения, потому что мы понимаем прекрасно, что создавать какую-то дополнительную структуру, ну это у населения может вызвать неоднозначную реакцию. Скажут, вот еще одна структура. Понятно, что сразу проблему мы не решим, это достаточно комплексный поэтапный подход. Но шаги определенные в этом плане делаются. Если на базе какого-либо центра, послушай, существующего социально-реабилитационного, будет создан вот кризисный центр, я думаю, это будет достаточно существенным шагом вперед. А подобные центры где-то в России у вас есть? Мы брали за основу санкт-петербургский опыт, там этот центр существует, достаточно активно помогает и как детям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, так и их родителям, потому что иногда нужна помощь не только самим детям, но и их родителям. Ну вот как бы в этом направлении у вас ведется большая работа. Есть на сайте специальный раздел «Если вашим детям угрожает опасность», да? И буквально сегодня, я знаю, вы вышли с предложением о создании волонтерских организаций, добровольных. Да, это тоже инициатива Следственного комитета. Мы подготовили письма всем главам муниципальных образований Амурской области с просьбой организовать работу по созданию волонтерских организаций, потому что мы сталкиваемся с такой проблемой, когда ребенок пропадает, поступает сообщение о пропаже ребенка, пока силы правоохранительных органов, они существенно ограничены. Поэтому с помощью волонтерских организаций она будет достаточно существенна и позволит быстрее найти ребенка. Вот у нас есть два печальных опыта, это в Белогорске, когда ребенок уехал на велосипеде, и в Свободненском районе тоже ребенок ушел, его нашли буквально через семь дней в 200 метрах, собственно, дома в высокой траве. Несмотря на то, что поиски велись, но они велись уже спустя какое-то время, потому что пока мы организуем, пока мы согласуем различные структуры, достаточно большое время пройдет. А здесь, у нас есть хороший пример в Магдагачинском районе, когда ребенок пропал, просто утром ушел в школу, решил прогулять занятия, потом боялся просто вернуться элементарно домой, потому что боялся, что его наругают. Мама своевременно обратилась в следственный отдел по Магдагачинскому району, были организованы поиски, привлечены жители этого поселка. И буквально на следующий день ребенок был найден. В дневное время на чердаке какого-то общественного туалета, замерзшим, голодным, но, по крайней мере, живым. А вот если бы… У нас есть случай уже в российской практике о том, что ребенка нашли, и медики констатировали его смерть буквально за два часа до того, как тело его было найдено. То есть здесь важно как можно быстрее организовать поиски. Если у главы администрации будет соответствующий список с координатами вот этих людей, которые могут добровольно оказать помощь в поисках, оказать помощь с транспортом, можно будет их оповестить по сотовым телефонам, они сейчас есть у всех, мобильно организовать этих людей, которые знают территорию, знают, особенно подростки, учащиеся в школах, которые знают, где может находиться этот ребенок. Эти поиски будут гораздо более плодотворными и в свое время. То есть большая вероятность найти ребенка живым. Кто может стать волонтером? Кто сможет? Я думаю, волонтером может стать любой ответственный человек, у которого есть желание помочь в поисках, для кого не безразлична судьба человека. Власти как-то уже планируют откликнуться люди? Пока эта инициатива, вот буквально сегодня мы эти письма разослали по главам. Кроме того, мы аналогичное письмо направили к губернатору Морской области с просьбой оказать содействие и помочь главам муниципальных образований в организации таких волонтерских организаций. То есть люди могут обращаться уже, начиная с сегодняшнего и завтрашнего дня, к руководителям районов, городов, к своим руководителям и выходить с инициативы. Да, конечно. Но, в принципе, исходя из опыта прошлых лет и свободного нашего самого громкого отдела, там практически весь город подключился. То есть люди сами вышли договольцами. Это всегда радует, когда люди откликаются на вот эту чужую боль, казалось бы. Но, с другой стороны, судьба ребёнка – это не может быть чужой болью. Это наша боль. Её нужно решать. Ну, я надеюсь, что у нас меньше будет случаев. Конечно, и добровольцев придётся привлекать как можно реже. Ну и люди всё-таки у нас инициативные. Спасибо вам за беседу, Алексей Сергеевич. Это была программа «В центре внимания». Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова